Вперед! Вперед! О боевых стрельбах взводов, ставших следующим этапом боевой подготовки, расскажем в этой программе. В системе обучения молодого пополнения вооружённых сил Казахстана значим каждый этап. Но одним из самых важных, безусловно, считаются боевые стрельбы. Именно они становятся своеобразным экзаменом, который подводит итоги процесса отработки взаимодействия между военнослужащими внутри одного отделения. Здесь в процессе подготовки именно слаживания отделений каждый солдат, боец уже в течение обучаемого периода, когда он по специальности изучал каждое свое дело, действия солдата в бою, действия при вооружении. Всё это в данный момент слаживается и отрабатывается в составе отделений. Учебный период в вооружённых силах начинается с индивидуальной подготовки каждого военнослужащего по его специальности. Молодые солдаты изучают и привыкают к своему штатному оружию. Во время своей службы они несут ответственность за его сохранность и исправность. Хочу акцентировать, что тактические действия каждого солдата командир изучал в течение всей подготовки по специальности. И конечный итог – своеобразная сдача экзаменов. По огневому поражению, опять же, зависит от управляемости своего отделения. От того, насколько чёткое взаимодействие между командиром и его солдатом. И от правильной подготовки командира зависит готовность всего личного состава. И в этом тандеме составляющих оба компонента важны и взаимосвязаны. Каждый командир отделения здесь закрепляется на своей знаме, полученной в течение месяца, и получает соответствующие оценки. Оценки дают не только личный состав, но и сам командир отделения. На данном боевое стрельбоотделение оценивается в двух параметрах. Это за тактические действия и за огневое поражение. Не сможет командир правильно оценить обстановку, принять грамотное решение и добиться их выполнения. То не поможет даже отличная полевая выучка войск. Слаживание отделения в боевой этап, где каждый солдат, стрелок, пулеметчик, включая командир отделения, получает опыт, стрельба из вооружения БМП, с боевыми патронами, где командир отделения должен не только сам принимать решение и отдавать боеприказ, но должен управлять им в ходе боя, что не было важно для нас, потому что если задачу не выполнит отделение, то не выполнит задачу, получая соответственный извод, что в целом отразится и на задачу роты. После окончания боевых стрельб отделения начинается следующий этап. Это работа по слаживанию взводов. Отделение – это боевая единица из шести человек во главе с командиром и одна боевая машина пехоты. Во всех боевых стрельбах отделения, что по тактической подготовке, что будет это огневая подготовка, я в роли командир роты, я им даю направление, как идти, то есть поправляю некоторые ошибки, указываю на недостатки. Если они наоборот, если у них недостатков, нет ошибок, я им говорю речь и благодарность. Взвод включает в себя уже три отделения, которым предстоит научиться взаимодействовать между собой. Если отделением командует военнослужащий по контракту, то взводом управляет офицер. Это первая командная должность каждого выпускника военного института. 15 часов решил уничтожить сосредоточным огнем отделения. Прием! Да, я прибыл в 2016 году после выпуска военного института сухопутных войск, прибыл в 5-ю механизированную бригаду, 1-й моцелковый батальон, где начал свою должность командиром 2-го моцелкового взвода. Также проводил на должностном уровне подготовку отделений, подготовку боевых стрельб взводов. На этапе слаживания взвода, в отличие от слаживания отделений, появляется новая иерархическая ступень. Командир взвода отдает команды командирам отделений, а уже они доводят их до своих подчиненных, военнослужащих срочной службы. На данном этапе стрельбы здесь проводятся боевые стрельбы взводов. Их отличительная особенность от боевых стрельб отделений в том, что в боевых стрельб отделений используется только одно отделение, в количестве 6 человек. Там проводится, после подготовки по специальности, после подготовки отделений, проводится заключительный этап, то есть слаживание отделений, где проводится этап боевых стрельб отделений, то есть их слаживание подразделений. Условия на боевых стрельбах максимально приближены к боевым. Для того, чтобы у молодых солдат появилось представление о той обстановке, в которой реально происходят боевые действия. Военнослужащий должен быть абсолютно хладнокровным, несмотря ни на что. Это мой четвертый боевый стрелок задов, который я провожу. Мне самое главное, чтобы мой взвод понял тактические действия на поле боя и поразил все мещения. Мой взвод сегодня показывает наступление и исположение непосредственно соприкосновения с противником. Цель данного занятия сегодня научить совершенствовать практические навыки военнослужащими при выполнении боевых задач. Для молодых ребят, всего несколько месяцев назад пришедших на службу в вооруженные силы, боевые стрельбы становятся ярким событием в жизни. Именно здесь и сейчас военнослужащие понимают на практике мощь своего оружия, а также то, почему оно должно быть всегда в исправном состоянии. Мы раньше изучали свои гранатометы, а сегодня мы выехали по отделениям, по взводам стрелять. Каждый по своему штатным оружием мы стреляли. Мы стреляли с гранатомета, с АК, с пулемета. Командир отделения с нами все было. Было очень интересно. Командир отделения подсказывает, нас направляет. Я горжусь, что я приехал в армию, служу здесь. Я очень рад, что служу в 5-м мотострелковой бригаде. Итоги боевых стрель подводятся по нескольким параметрам. Соблюдение мер безопасности, умелое применение всех имеющихся средств и сил, поражение целей и даже интервал выполнения действий между солдатами в одной цепи. У меня, как командир завода, в данный момент подчинение около 20 военнослужащих. Из них военнослужащие по контракту и солдаты в срочной службе, который призывался 4 месяца назад. Суть моей задачи является четко и ясно довести все команды, командирам отделения и волнение. С этой мы добьемся четкого выполнения боевой задачи точно и в срок. Отдельно оценивается мастерство каждого из членов экипажа боевой машины пехоты, которая огнем поддерживает в бою свое отделение. Следующим этапом после боевых стрельб взводов станут ротные тактические учения. Участвуют в них уже 3 мотострелковых взвода, то есть рота из 66 человек. Обучаемыми на этом этапе станут уже командиры рот. Редактор субтитров А.Семкин